Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Приговор сидевшему в Липецкой колонии вору в законе, оставили без изменения. Приговор Липецкого областного суда, назначившего 48-летнему уроженцу Грузии Тенгизу Гегиберии, по прозвищу Тенго Патийский 9 лет колонии особого режима, за занятие высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 УК РФ, оставлен без изменения, сообщили изданию Коммерсант Черноземьи, в первом апелляционном суде общей юрисдикции. Жалобы защиты оставлены без удовлетворения. Приговор Гегиберии вступил в силу со второго раза. Летом прошлого года его оправдали в занятии высшего положения в преступной иерархии. Оправдательный приговор был отменен, и дело вернули на новое рассмотрение. В мае этого года суд все же признал, что Гегиберия осуществлял полномочия вора. В частности он принимал решение об изменении положения отдельных осужденных в криминальной среде, контролировал и координировал движение денег, полученных от лиц, придерживающихся криминальной субкультуры. Следствие ранее заявляло, что осужденные исполняли поручение Гегиберии и ежемесячно отчисляли от 1 до 4 тысяч рублей на его содержание. В заключении он в общей сложности провел порядка 20 лет, последние годы в колонии в Ельце. Ранее в мае месяце 2022 года вора в законе Тенга-Патийского приговорили к 9 годам лишения свободы. Липецкий областной суд сегодня закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего Тенгиза Гегиберия, известного в криминальном мире как Тенга-Патийский. Тенгиза Гегиберия, осужденного за убийство, незаконные приобретения, хранение и ношение боеприпасов и разбой на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, судили по статье 211 УК РФ занятия высшего положения в преступной иерархии. Санкция этой статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, со штрафом в размере до 5 миллионов рублей либо без такового, и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. Обвинение просило для Тенгиза Гегиберия 11 лет лишения свободы, суд назначил ему наказание в 9 лет особого режима. Судом установлено, что Гегиберия, обладая криминальным статусом вора в законе, когда апреля 2019 года, так и после этого направлял указания, принимал решение об изменении положения отдельных осужденных в криминальной среде, контролировал и координировал движение денежных средств, полученных от лиц, придерживающихся криминальной субкультуры. Быть вором в законе стало уголовно наказуемым преступлением с 1 апреля 2019 года. Но в данном случае речь идет о так называемом длящемся преступлении. Впрочем, часть доказательств, указывающих на то, что Гегиберия – вор в законе, но датируемых ранее, апреля 2019 года, суд не учел. Но и других аргументов обвинения оказалось достаточно. На суде в 2021 году Гегиберия не отрицал того, что он с апреля 2019 года был вором в законе, но сам же себе противоречил, указывая, что он никак не проявлял свой статус, не распоряжался общиком, никому не раздавал криминальных званий, не участвовал в разрешении конфликтов между осужденными в Елецкой двойке. Тенго Патийский утверждал, что стал жертвой оговора. Он, дескать, с 2011 года сидит в одиночке и никак не может пользоваться привилегированным положением. Подсудимый тогда выдвинул версию, что все обвинение против него – дело рук сотрудников колонии, которым якобы выгоден статусный заключенный, и его руками будто бы можно избавляться от проблемных осужденных. В число аргументов Гегиберии также добавился тот факт, что он якобы имел контакт с сотрудником УФСИН, обещал передавать ему данные о коррумпированных сотрудниках. Но сам этот сотрудник УФСИН отметил, что два контакта с Тенгизом носили исключительно плановый характер и касались вопросов перевода и условий содержания заключенного, в том числе санитарных. В феврале 2021 года процесс в отношении Тенгиза Гегиберия завершился неожиданно оправдательным приговором. Но первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. И теперь Липецкий областной суд приговорил его за это к девяти годам в колонии. Как считает следствие, Тенгиз Гегиберия был коронован, как вор в законе под именем Тенга Патийский, примерно в 1996 году другими лидерами преступного мира с криминальными псевдонимами якутенок, Гия Кутаиский, Шалва Хонский, Крест. Он неоднократно принимал участие в сходках криминальных авторитетах в московских ресторанах Метелицы, Золотое Руно. По данным следствия, на статус Тенга Патийского указывает и масса татуировок с криминальным по текстам. Некоторые татуировки эксперты признали, отличающими вора в законе, татуировку Аскал, рисунок в виде головы волка с приоткрытой пастью, который является знаком вожака, лидера, рисунки в виде восьмиконечных звезд в области правого и левого плеча, которые означают, что их обладатель отрицало, то есть лицо, отрицающее тюремные порядки, рисунок в виде изображения Иисуса Христа на животе, который означает мой дом, тюрьма и преданность своим друзьям-ворам, семиконечная звезда в совокупности с волком, изображенном внутри звезды, в районе груди, которая имеет значение человек человеку волк и показывает на негативное отношение к администрации исправительного учреждения, а также татуировка в виде руки с крестом, обвитым колючей проволокой на левом плече, которая может символизировать веру в блатное братство, преданность воровскому делу. В Елецкую колонию 2 Тенгиза Гегиберия перевели в 2017 году. После этого среди заключенных распространили прогон, письменное обращение лидера преступной среды к другим осужденным. В этом документе, содержащемся под стражей, сообщалось о прибытии в учреждение вора в законе, указанием и распоряжением которого, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица уголовно-криминальной направленности, имеющие более низкие криминальные статусы, обязаны подчиняться. Нового постояльца тюрьмы тут же посадили одного в камере, чтобы исключить его негативное влияние на других осужденных. Уголовное дело, по статье 211 УК РФ полиция, возбудило в июле 2020 года. Расследование уголовного дела вела следственная часть УМВД России по Липецкой области. Следствие пришло к выводу, что отбывая наказание в местах лишения свободы, мужчина пропагандировал так называемые воровские идеи, сплачивал под этими идеями лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры. Гегиберия всячески показывал неуважение к исправительной системе. В 2019-2020 годах он испортил имущество УФСИН на 55 571 рубль. На банковский счет Гегиберия регулярно проступали крупные суммы по 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 рублей. Деньги переводили другие сидельцы через своих родственников. Многочисленные свидетели, под псевдонимами из числа других заключенных Елецкой колонии, также указывают на наличие статуса у Гегиберия вора в законе. Пока Гегиберия сидел в одиночестве, статус положенца занимал Сергей Махна. Контакты с этим положенцем Гегиберия поддерживал через адвокатов. Так, один из адвокатов посетил его 114 раз, и зачастую после встреч с вором в законе, встречался с другими осужденными, в том числе с Сергеем Махна. Так и налаживалась коммуникация между занимающими, разное положение в преступной иерархии. На оглашение приговора пришел брат Тенга Патийского. Он рассказал, что Гегиберия сидит уже 19 лет, 17 в колониях и 2 года, в СИЗО. За это время у него умерла дочь, сейчас у него на свободе остались больная жена и двое детей, одному из которых 15 лет. А все началось в марте месяце 2022 года, когда в В. Липецке снова судили вора в законе. Липецкий областной суд 10 марта начал повторное слушание по уникальному для России делу вора в законе. На скамье подсудимых 47-летний Тенгиз Гегиберия, родившийся в Грузии, но давно живущий в России. Ему вменяют статью 210 УК РФ «Занятие высшего положения» в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если раньше получить звание вора в законе было престижно и безнаказано, то с апреля 2019 года стало уголовно наказуемым преступлением. В 2021 году разобраться в тонкостях этого дела уже пыталась судья Татьяна Фролова. В итоге полугодовой процесс завершился неожиданно оправдательным приговором. У суда не нашлось веских доказательств причастности Гегиберии к высшей уголовной касте. Но первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение, и дело ушло в прокуратуру для устранения неточностей. На сегодняшнем заседании проходило под председательством судьи Олега Мирошника. Во время процедуры установления личности обвиняемого, Тенгиз Гегиберия довольно эмоционально высказался о своем содержании в тюрьме и попросил СМИ не показывать его лица. Содержание под стражей нечеловеческое. На меня воздействует каким-то аппаратом извне, и это оказывает психотропное действие. После этого я чувствую страх, проявляется ярость. Ломаю все в камере и рву на себе одежду, поведал суду обвиняемый. Возможно, состояние обвиняемого связано с долгими годами заточения, ведь он отбывает наказание в одиночной камере, но несмотря на это, судья Олег Мирошник обещал направить его обращение в компетентные органы. Как считает следствие, Тенгиз Гегиберия был коронован как вор в законе под именем Тенго Патийский, примерно в середине 90-х годов прошлого века. Свой статус Тенго Патийский подтвердил массой татуировок с криминальным потекстом, звериный оскал, восьмилучевая звезда, рисунок со значением «Мой дом тюрьма», «Жизнь за друга вора» и другие тату по криминальным понятиям, говорящие без слов о занимаемом в иерархии положении. В 2005 году уроженцы Грузии приговорили к 17-му годам заключения по совокупности преступлений, в том числе за убийство, незаконный оборот оружия и грабеж. Сначала Тенгиз отбывал наказание в Омске, но потом его перевели в Елецкую двойку, где якобы и прошло обращение вора в законе к остальным заключенным с требованием подчиниться его авторитету. После предъявленного обвинения Тенгиз Гегиберия заявил, что не считает себя виновным и попросил судью выслушать его показания по делу исключительно в закрытом режиме, то есть без участия прессы. На этом первое заседание завершилось. Стоит отметить, что в России с момента принятия закона в 2019 году состоялось лишь два процесса над предполагаемыми ворами в законе, один в Липецке, а другой в Томске, где суд присяжных оправдал Николая Кузьмичева, известного в криминальных кругах как Коля Томский. А в ферале месяце 2022 года вор в законе снова предстанет перед областным судом. Заместитель прокурора области Александр Хвостов утвердил обвинительное заключение в отношении Тенгиза Гегиберия, известного в криминальном мире как Тенгопатийский. Осужденного за убийство, незаконный оборот оружия и грабеж во второй раз попытаются привлечь, по статье 211 УК РФ «Занятие высшего положения» в преступной иерархии. В случае обвинительного приговора Тенгопатийскому грозит до 15 лет лишения свободы. В 2021 году, во время первого рассмотрения материалов уголовного дела, Липецкий областной суд потребовал конкретизировать обвинение. Сейчас требование прокуратуры исполнено, доказательная база усилена. Дело снова направлено на рассмотрение, в Липецкий областной суд, сообщила город 48, помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. Быть вором в законе, стало уголовно наказуемым преступлением с апреля 2019 года. Сейчас Гегиберия отбывает 17-летнее заключение в Елецкой двойке. На суде в 2021 году Гегиберия не отрицал того, что он с апреля 2019 года был вором в законе, но сам же себе противоречил, указывая, что он никак не проявлял свой статус, не распоряжался общиком, никому не раздавал криминальных званий, не участвовал в разрешении конфликтов между осужденными в Елецкой двойке. Тенгопатийский утверждал, что стал жертвой оговора. Он, дескать, с 2011 года сидит в одиночке и никак не может пользоваться привилегированным положением. Подсудимый тогда выдвинул версию, что все обвинение против него дело рук сотрудников колонии, которым якобы выгоден статусный заключенный, его руками будто бы можно избавляться от проблемных осужденных. В итоге, начавшийся в феврале 2021 года процесс завершился неожиданно оправдательным приговором. Но первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении тенгиза гигибери.